Что далеко не все хотят быть знаменитыми и известными, но мне так кажется. Я очень много знаю людей, которые совсем не хотят быть знаменитыми и известными, совсем-совсем. Но почему, вы знаете, я знаю, вот мне кажется, опять же, права я не права, но я так чувствую, мне так думается. Мне кажется, что вообще вот люди, которые идут в актеры, это, ну, как бы, ну не хочется сказать, что это какое-то отклонение, которые, ну, это какой-то определенный тип психики, но это какой-то все равно определенный надлом, потому что желание быть все время на виду и как бы сублимировать, и все время что-то, вот, какую-то жизнь, это же тоже как, мне кажется, что это что-то, вот, ну, какое-то нарушение все-таки для нормального человека. Нормальный человек не должен хотеть быть артистом. Поэтому я именно так это воспринимаю, но я считаю, что вообще нормальных людей таких, совсем нормальных, очень мало, их почти нет. Мне кажется, что все равно у всех есть какие-то нюансы, мы можем просто их видеть сразу или можем увидеть их, там, или вообще не увидеть. Но вот мне так кажется, я в этом уверена, поэтому я, в принципе, очень оптимизирую свой диагноз, потому что мне кажется, у меня хотя бы все понятно, и, в принципе, я потом там не съем старушку уже никогда, ну, то есть у меня нет каких-то таких внутренних вот таких сложных, как прорвет потом, и вообще, ужас, что. Поэтому мне кажется, что это немножко такое вот, ну, какой-то такой вот, ну, быть на виду, это, в принципе, не совсем нормальное желание. Поэтому если говорить всерьез о том, что сейчас очень многие хотят быть на виду, и хотят быть известными и знаменитыми, то, наверное, это все-таки немножечко говорит о том, что у нас не очень здоровое общество в целом. Ну, то есть, если действительно это так, я просто не знаю реальных социальных там данных, не проводила этого исследования пока. Но если это так, то, к сожалению, наверное, это говорит об этом. И, наверное, это связано, опять же, отчасти с бесконечной, с популяризацией вообще всей жизни, личной жизни, интимной жизни, с бесконечными, там, телевизионными проектами и, там, рекламами прокладок и все, и все. То есть, это какое-то, ну, и, видимо, то, что у нас идет идеализация каких-то известных людей, все время все оптимизируется, да, и, как бы, вот этот вот какой-то такой вот, опять же, что из телевизора это все преподносится. Хотя мне кажется, что очень много же показывается тоже и теоретически рассказывается, какие они все несчастные, как они там все вешаются, топятся в ваннах, там, оказываются все наркоманами или еще что-нибудь такое, умирают от спиды и все такое. Ну, то есть, я сейчас говорю о каких-то суперзвездах, да, западных. Ну, то есть, трудно сказать, не знаю, но мне кажется, что это отчасти, если это действительно так, то мне кажется, что это все-таки, ну, что-то такое, ну, наверное, не самое хорошее, но мне кажется, что это может быть еще возрастное. Может быть, много каких-то молодых людей. Я вообще не встречала средних лет людей, которые бы прям хотели быть известными и знаменитыми. Они бы скорее хотели быть здоровыми, богатыми и счастливыми, мне так кажется. А в юности, когда еще гормональный вот этот вот фон нарушен, да, когда тут прыщ, тут там что-то другое в другом месте, и вот это вот все как бы, и ты не справляешься, и вот этот поток информации, и кажется, что желание, ну, как бы, да, вот эти стандартные все дела, что какой надо быть, каким надо быть, как что, чего, какие-то миллиарды, там, поклонники. Ну, видимо, как-то это все заманивает, какой-то романтический момент, да, ну, скорее всего, я думаю, так, не знаю, у меня, например, очень много знакомых, или там, например, есть какие-то друзья, которые прям с ужасом говорят, что угодно, но только вот не вот это вот, чтобы там вот тебя хватают, там что-то к тебе подходит, еще позор, какой ужас, ужас. Буквально с тобой неприлично ходить. Уходи, отойди, иди там где-нибудь в другом месте, потом встретимся там, вот во столько-то. Ну, я вам клянусь, но правда, то есть, и я могу сказать, что у меня тоже, ну, как бы, по-разному я к этому отношусь, но, во-первых, у меня, конечно, я не Дженнифер Лопес, здравствуйте, поэтому у меня, как бы, не могу сказать, что кто-то прям одолевает поклонники, влезают ко мне на четвертый этаж хрущевки, там, нет, нет, вот это нет проблемы у меня, меня не поджидают, как Аллу Пугачеву в советские годы у подъезда, никакой нет проблем, у меня прекрасные соседи, такие еще бабульки, которые могу сказать, ну, вот я видела тебя вчера, вот, ты как-то интервью дал, ну, что ты там несла за ахинею, вот, что ты там говорила-то вообще, и выглядела, и что-то растолстела или нет, не пойму я, и что он тебе был за вообще, что ты одела-то на себя, господи, вот так вот, понимаете, да, у меня все нормально, у меня все по-советски, поэтому у меня нет этих проблем, но, в принципе, конечно, где-то, когда-то периодами что-то как накатит, какая-то популярность в каких-то местах людных, ну, по-разному, вот сейчас в этом году 10 лет, как «Не родись красивой» снимали мы и вышла, и когда вот был этот пик популярности во время съемок «Не родись красивой», было очень по-разному, я по-разному все относилась, когда-то я была обескуражена, потом мне стало нравиться, потом мне стало раздражать, потом я как бы примирила себя с этим, поняла, что это часть моей жизни, и это нормально. Сейчас я могу сказать, что все очень по-разному, иногда мне будет очень приятно, иногда мне будет не очень приятно, я терплю, и думаю, ну, что теперь, вот так вот. Иногда я могу дать какой-то отпор, учусь, научилась многому уже, а иногда очень приятно, и, к счастью, у меня, видимо, такие сериалы какие-то у меня и роли, ко мне очень много хороших людей, ну, подходит, как правило, то есть каких-то маньяков или таких, знаете, вот такого как-то быдла, такого нет. Хотя я знаю, что это есть, потому что езжу с интерпризами по стране, и иногда к моим коллегам, как кто-нибудь подвалит в аэропорту, становится страшно, и не по себе, думаю, что, боже мой, хорошо, что я снимаюсь в таком домашнем сериале, смотрят семейные люди, они там за пивасиком какие-нибудь забулдыги, ну, по-разному, не знаю, мне кажется, что у меня так уже все как-то сплелось, вы знаете, ну, я не знаю, я не могу сказать, что мне что-то мешает, и, наверное, если бы мне сказали, хочешь ты быть там знаменитой, ну, конечно, когда-то в детстве, когда я хотела быть артисткой, я хотела, но я больше всего, мне кажется, даже у нас же такое советское воспитание было, все как-то было по-другому, я хотела играть каких-то героинь, там, Зою Коснедемьянскую, рыдать, умирать, вот это я все хотела, я же не думала, что я растолстею и буду сниматься в ситкомах, понимаете, я думала, что все будет нормально, я как бы готовила себя совсем для другого, ну, сказать, что я хотела быть знаменитой, чтобы меня все узнавали, чтобы все падали штабелями, вот это у меня никогда не было фантазии таких, поэтому я даже не знаю, но мне кажется сейчас, что, ну, если бы, например, вот сказать, там, быть счастливой или знаменитой, конечно, лучше быть счастливой, и здоровой, и любимой, гораздо лучше, чем, чтобы тебя там в ларьке все, потому от этого выгоды очень мало, потому что не поторгуешься, я очень люблю иногда где-то за границей, где четко понимаешь, что, ну, никто тебя не знает, я люблю в смерть торговаться, там, до одури как-то дурить, ну, то есть, вот так уже ты не можешь, ну, как бы, все уже так, дети же смотрят, уже выросли дети, там, поколение детей уже выросло за среднюю школу, уже заканчивают, там, те, которые начинали с детства, понимаете, поэтому это уже налагает на тебя какую-то ответственность, и ты понимаешь, что вот это ты не можешь, это ты не должен, уже там не это, как-то, ну, то есть, как-то так, вроде как, тебя немножко сковывает, ну, не сильно иногда можно развернуться, ну, нормально я отношусь к популярности, я не вижу никаких проблем.